Дорогие друзья, мы продолжаем тему целесообразности или нецелесообразности такой операции, как склеропластика, которая применяется при остановке прогрессирования близорукости. Вроде бы идея хорошая, однако она безусловно ошибочная. Не таким образом следует останавливать прогрессирование. Тому является пример большой работы, которая сделана была в Харькове ученым Чередниченко, профессором Владимиром Моисеевичем, который в своих работах пишет об изменениях мышечного и связочного аппарата после склеропластических операций. Это громадная работа, с которой нужно познакомиться каждому хирургу, кто только может и ходить и хочет прикасаться к такой глазу при проведении склеропластик. Подумать надо, изучить материалы ученых. Кроме этого, в книге Дэвида Тейлора, в детской офтальмологии, он прямо пишет о недосоказуемости, неэффективности склероукрепляющих инъекций и склеропластических операций. Более того, большая книга, которую я перевел Шмидта о близорукости, там четко сказано, что нигде не делается, кроме стран Восточной Европы, не делается склеропластика. Вот это только три книги привел вам пример, где говорится о неэффективности этих операций. Кроме этого, меня заинтересовала работа Шамшиновой, профессора, которая говорит о том, что если неэффективна одна склеропластическая операция у пациента, значит, надо повторную делать. Ну и как вы думаете, это нормально или нет? Пошлете вы своего ребенка на вторую операцию склеропластики, а если вторая будет неэффективна, тогда что? Тогда третья? Где логика? Поэтому прежде всего, прежде чем перейти к вопросу, а что делать вместо операции, это уже мы много говорили на нашем сайте, нужно сначала подумать, что мы делаем этой склеропластической операцией. Чтобы не просто тупо, нелепо лезли в глаз и изменяли структуры анатомические, а подумали, а не наврежу ли я? Не стоит ли прежде подумать о том, какие последствия? Обращаюсь к моим коллегам. Меня не интересует, подчеркиваю, мнение моих коллег, если оно не научно. Если научно, готов вести переговоры. Благодарю за внимание.